МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера Анатольевна Гонзя. Вера Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. Вы в округе впервые. Да. Уже что-то успели посмотреть? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Конечно. У меня очень насыщенный график посещения округа. Вчера я уже побывала на практически почти градообразующем предприятии мясопродукты. Посмотрела, обсудили налоговый режим, посмотрели, значит, производство посмотрели. Ну, в общем-то, проблемы везде производства одинаковые, основные фонды и всё остальное. Об этом, как говорится, может быть, позднее. А вообще, конечно, предприятие проехало по улицам города на Ренмар. 25 тысяч населения, городок небольшой. Помните песню? Городок невелик и немал. У печёры, у реки, где живут оленеводы. Ну, в общем-то, впечатление очень позитивное, очень хорошее. Очень приятный городок. Конечно, проблемы есть, но от них куда деться. Ну, и самое главное, люди. Доброжелательные люди, открытые, просто улыбчивые. Уже удалось пообщаться с людьми? Конечно. Я потому что уже провела встречи уже с активом нашим партийным КПРФ. Мы встретились, пообщались, поговорили, обсудили проблемы. Ну, то есть у меня складывается очень хорошее, позитивное впечатление. А с какими проблемами люди пришли вот на встречу? Вы знаете, проблема у нас в стране, я не говорю про именно Ненецкий автономный округ, проблема у нас в стране одна сегодня. Это наша сегодняшняя жизнь, которая происходит из нашей сегодняшней экономики. Что сегодня человеку нужно, по большому счёту? Нужна работа и нужна достойная зарплата. И тогда не надо будет никаких льгот, никаких пособий, ничего, никаких там вот этих вот подачек, я бы даже сказала. Будет зарплата достойная, будет пенсия достойная, и человек будет счастлив и будет жить где угодно. На юге, на севере, на западе или на востоке. Поэтому вот они, проблемы, как раз и вращаются вокруг вот этих тем. Вера Анатольевна, вы для нас человек новый. Можете рассказать о себе? Очень было бы интересно послушать вашу биографию. Спасибо, конечно. Ну, сразу вам скажу, дорогие телезрители, что я никакая не крутая москвичка. Я сама родом из Новосибирской области. Есть такой маленький городок. 29 тысяч населения, почти такой же, как Нарин Март. Поэтому я проблемы прекрасно чувствую, понимаю, вижу. Вот, я работала в школе, средняя, обыкновенная школа. Значит, это хорошая, любимая моя школа. Оттуда из школы я ушла как раз депутатом Госдумы. Работала я в школе 33 года. Из них 20 лет директором. Вот такая моя трудовая биография. Была депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Работала там тоже в бюджетном комитете. Ну и пришла в Государственную Думу, уже второй созыв я в Государственной Думе. Работаю тоже в Комитете по бюджету и налогам. Но у меня еще не все это регалии. Я еще могу сказать, что работаю, являюсь членом трехсторонней комиссии. Это Совет Федерации, Государственная Дума и Министерство финансов Российской Федерации. Это комиссия по распределению межбюджетных трансфертов по регионам. Более того, с этого года я являюсь членом парламентской ассамблеи Совета Европы. И вот обязана в определенное время работать и в Европейском парламенте. То есть, ну, как говорится, нагрузки у меня хватает. Тяжело было адаптироваться в Москве после маленького города? Конечно, конечно, тяжело. Сказать вам откровенно, я еще... До сих пор не адаптирую. Я второй созыв, я до сих пор не адаптировалась. До сих пор. Потому что я считаю, что люди в провинции, пусть не обижаются на меня москвичи, люди в провинции добрее, они готовы прийти на помощь, как бы там ни было, и отношения совсем другие. Поэтому трудно, в общем-то, представить, что вот в Москве, например, тебя взглядом сталкивают с дороги, просто взглядом элементарно. Вот в провинции такого нет. Мне здесь больше нравится в провинции, так скажем. Часто приезжаете на родину? Конечно, бываю часто. Региональная неделя, это каждый месяц я бываю. У меня два региона, Томской области и Новосибирской области. Но вот судьба забросила в Ненецкий автономный округ. Что еще планируете в Ненецком округе посетить? Ну, сегодня я уже посмотрела ваш музейный комплекс, покормила оленя, зашла в чум, послушала историю вашего народа, постояла у... Дерево желания, наверное. Да, у дерева желания, завязала ленточку. Ну, то есть все сделала как надо. Загадала желание. Думаю, что стопроцентное это желание будет исполнено. Сегодня у меня еще будет встреча в колледже со студентами и преподавателями. Сегодня социальный колледж. Сегодня у меня будет еще встреча с населением. Мы поедем на встречу. Ну, в общем, работы еще очень-очень много. Вера Анатольевна, почему все-таки фракция КПРФ не поддерживает бюджет на 2020 год и плановый 2021-2022? Вот вы знаете, я работаю в бюджетном комитете, занимаюсь в большей степени проблемами регионов. Я сама из региона, и мне важно, что происходит в регионе. Что у нас сегодня? У нас сегодня, допустим, мы имеем более 2,5 триллионов межбюджетных трансфертов в регионы. В основном обращают внимание и говорят о регионных рецепиентах. То есть тех регионах, которые сегодня имеют наибольшее количество проблем. Это долги, закредитованность, значит, это низкая бюджетная обеспеченность и так далее. Я вот, кстати, посмотрела по Ненецкому автономному округу, а здесь бюджетная обеспеченность высокая, 1,015. То есть мы берем единицу в круговую, здесь выше единицы – это регион-донор. Так вот, мы раньше говорили всегда, и на комитете говорим до сих пор, и на пленарных заседаниях об этом говорим, и правительство об этом говорит, о регионах, у которых имеются проблемы. Это регионы-рецепиенты. А я приехала посмотреть, как живет регион-донор. Вот моя цель такая. Как живет регион-донор? Что несет вот это донорство для жителей этого региона? Вы знаете, я вот посмотрела, я поспрашивала заработную плату, о заработной плате, в том числе на производстве. Я посмотрела цены, ну, я бы сказала, сногсшибательные цены, дороже московских. Вот, я для себя сделала вывод, что Ненецкий автономный округ, как и другие регионы, являются донором прежде всего для Российской Федерации. Но это ни в коем случае не донор для своего населения и для своего округа. Поэтому я приехала посмотреть все-таки, что происходит. Я увидела здесь, посмотрела бюджет, я увидела, что сегодня в бюджете Ненецкого округа на 2020 год 2,3 миллиарда – это дефицит бюджета. Вот к чести сказать региона, они не скрывают, что у них есть дефицит бюджета, потому что сейчас Минфин требует от регионов, чтобы бюджеты были профицитные. И за 2018 год 70 регионов, значит, вышли с профицитным бюджетом. Они же недофинансируют свои расходные обязательства. Ненецкий автономный округ говорит, да, мы работаем, но у нас будет вот такой дефицит. Это правильно, потому что расходные обязательства нужно выполнять. И поэтому получается, что вот донорство вот такого серьезного для собственного населения я здесь не увидела. Думаю, что не первый регион донор, который я посещаю, я еще поеду по регионам донорам. И посмотрю, думаю, картина будет одинаковая, потому что сегодня нужно менять межбюджетные отношения полностью. Хватит тянуть из регионов, хватит тащить. Все средства вытаскивать на федеральный уровень. Нам нужно такую разумную политику межбюджетную проводить, которая бы оставляла средства для развития собственных территорий. В противном случае мы рубим сок, на котором мы сидим. А какие регионы донора вы уже посетили? Я сегодня первый. А вот первый наш? Конечно, я начала с вашего региона. Я сразу посмотрела. Я здесь обнаружила еще и государственный долг в размере 1,8 миллиарда рублей, когда у вас обвалились, а не у вас, а не у всех у нас, обвалились цены на нефть. И помощи реальной регион не получил. Пришлось. Мы же сегодня видим, что этот регион бездотационный. Естественно, есть налог на прибыль, который получается от соглашения в разделе продукции. Это, конечно, тоже есть. То есть поступает этот налог от нефти. И мы понимаем, что зависит бюджет региона от цены на нефть. Мы это понимаем. В принципе, давайте посмотрим на Российскую Федерацию. Бюджет Российской Федерации тоже зависит от цены на нефть. Здесь разницы, по сути, никакой. Поэтому нам надо все-таки смотреть, помогать не только регионам, которые сегодня проваливаются в долговую яму. Нам нужно помогать регионам, которые не требуют от нас дотации. Но давайте будем такую разумную политику, налоговую в том числе, проводить, чтобы эти регионы не превратились в регионы-реципиенты. Конечно. Вера Анатольевна, все говорят, что бюджет, он социально направленный. Но у нас такая проблема, если у нас округ более или менее финансово защищен, та же Кировская область, Пермский край, у них очень низкий уровень детских пособий. Иногда вообще смешно, там 200 рублей. Вот когда ситуация изменится? Значит, по детским пособиям ситуация уже изменилась. Ситуация изменилась. В прошлом году был принят соответствующий закон. Мы получили на первого ребенка, этот закон уже работает, он с 2018 года работает. На первого ребенка получили доплату где-то порядка 10 тысяч рублей. По второму ребенку мы имеем доплату семье в размере материнского капитала, 466 тысяч рублей сегодня. Мы имеем разовую выплату семьям, у которых 3 ребенка и последующие дети есть, в размере 450 тысяч рублей. Правда, я хочу оговориться, вот эти деньги, 450 тысяч рублей, не получит семья на руки. Эти деньги получат банки, потому что этими средствами закрывается часть ипотечного кредита. Конечно, не совсем может быть правильно, но, тем не менее, даже закрыть часть кредита можно. Сегодня мы имеем закон, по которому, значит, в размере прожиточного минимума на ребенка идет оплата этого пособия из государственного бюджета. Поэтому вот эти позорные 50 рублей мы решили эту проблему. А почему вы спросили, почему фракция КПРФ не голосует за бюджет? Понимаете, с одной стороны, номинально, так скажем, растет. Растет. Растут доходы, растут расходы. Но, опять же, давайте посмотрим. Вот каждый бюджет должен какие бы задачи решать. Первая задача – рост благосостояния нашего народа. Как решает этот бюджет вот эту задачу? Есть государственные программы, есть национальные проекты, но рост реальных располагаемых доходов населения падает 6 лет подряд. 6 лет падает рост доходов. В результате что мы имеем? Мы имеем низкий уровень инфляции. Это вторая причина, по которой мы не голосовали за бюджет, против голосовали. Низкий уровень инфляции, 3% на 2020 год. За счет чего? А за счет того, что не будут увеличиваться расходные статьи бюджета. То есть просто денег будут платить меньше в виде пенсии, заработных плат и так далее, пособий разного рода. Хоть они и подрастут номинально, но если мы сравним с валовым внутренним продуктом, то мы получим отрицательное значение. То есть мы получим снижение. Поэтому мы считаем, что этот бюджет нельзя назвать социально ориентированным. Поэтому мы не голосуем. И второй момент. Мы сегодня, собственно, из-за чего? Как можем получить рост доходов населения? Из-за того, что мы будем развивать нашу экономику. Это же так? Давайте посмотрим. У нас рост экономики, который президент поставил нам задачу обеспечить, рост экономики, это мировой уровень. Мы куда должны с вами войти? Пятерку ведущих экономик мира. Там темпы роста 3,5. Что этот бюджет предусматривает по темпам роста? Вот 1,3 темпы роста 2019 год и 1,7 темпы роста на 2020 год. Но если посмотреть по нашему Росстату, по статистике, то даже и этих темпов роста мы не выдерживаем. То есть бюджет не обеспечивает развитие экономики. Поэтому мы голосовали против такого бюджета. Нужно его менять. Не могу не сказать по нацпроектам. Вот я посмотрела, 98% расходов бюджета Ненецкого автономного округа, они как раз программные. То есть там, да, у нас программно-целевой метод формирования бюджета. Но вот посмотрим программы, они же неэффективны в основном. Программы неэффективны. Если бы программы были эффективны, то тогда не надо было бы вытаскивать приоритетные направления в виде нацпроектов и их обеспечивать тогда особым статусом и особым продвижением. А программы работают плохо. И показатели, которые в программах прописаны, их просто невозможно отследить их эффективность. Это заметила счетная палата. Это обсуждается постоянно у нас на комитете. Я вам, заметьте, не сказала ни одного слова здесь, которое бы не было произнесено в стенах Государственной Думы или в правительстве Российской Федерации. Это все ясно и видно. А что касается нацпроектов, мы вот тоже вроде хорошо, правильные задачи поставлены. Но опять, вот если региону было обещано, что федеральное софинансирование по национальным проектам будет в пределах 95-99%, это правильно, мы же обрадовались сначала, все регионы обрадовались. Что мы по факту получили. Из государственных программ часть мероприятий просто перетащили в национальные проекты вместе с тем софинансированием. Это 70 на 30, 50 на 50 и так далее. То есть лично мое мнение, что все-таки регионы в данном случае обманули. Я ругаюсь по этому поводу и на комитете, ругаюсь и на трехсторонней комиссии, и на пленарном заседании выступаю и требую, чтобы все-таки пересмотрели процент софинансирования. Или тогда не надо эти мероприятия программные тащить в национальные проекты. Пусть будет все честно. Поэтому мы много могу назвать причин, по которым мы не можем за этот бюджет голосовать. Его нужно сформировать совершенно с другими принципами. А как нацпроекты сейчас работают в вашей Новосибирской области? Наверняка отслеживаете? Безусловно. Значит, хочу сказать, что по нацпроектам ситуация складывается далеко не блестяще. Почему? Потому что сегодня, чтобы этот нацпроект обеспечить реализацию, нужно получить федеральные деньги. От федеральной деньги можно получить только тогда, когда имеется проектно-сметная документация. Раз. Независимая экспертиза. Два. И ценовой аудит. Три. Все эти три процедуры стоят огромных денег. Мы сейчас поставили задачу и потребовали, чтобы проектно-сметная документация, а особенно экспертиза и аудит, чтобы это все входило в федеральную часть национального проекта. И даже государственной программы. Тогда будет справедливо. Поэтому исполнение национальных проектов порядка 55-60%. То есть огромное неисполнение, потому что нет вот этих условий не выполнены. Нет у регионов столько денег, чтобы все эти проектно-сметные документации по всем направлениям своевременно подготовить. А ведь там как? Там проходит, там несколько лет проходит, и все, проектно-сметная документация уже не годится. Ее нужно делать снова и платить за нее снова. Но разве это правильно? Нет. Надо проектно-сметную документацию включать в ту субсидию, которая идет в регион на национальные проекты или на государственные программы. Поэтому сказать, что все регионы блещут хорошим высоким исполнением, это ничего не сказать, потому что исполнения действительно нет. Куда денутся деньги на национальные проекты? Мы вот просили, значит, раньше было как, система была какая? Не освоил деньги? Вернул, да? Вернули федеральный бюджет. Причем вернули не на то же самое направление, а в специально созданный резервный фонд правительства. А уже потом эти деньги будут распределяться из резервного фонда, распределяться, возможно, на совсем другие направления. Значит, сейчас мы добились того, что если по вот таким разным причинам не освоены деньги на национальный проект, давайте мы будем, а не может объективные причины быть, давайте мы будем эти деньги возвращать в бюджет, а на следующий год из бюджета возвращать снова тот же регион на те же самые цели. Я считаю, что это справедливо. Еще один момент. Если раньше, до 15 февраля, заключались соглашения по субсидиям, то есть каждый регион обязан заключить соглашение с Минфином, где прописаны все условия. Сколько денег, какой процент софинансирования, когда, какое исполнение и так далее, и так далее. Там ряд условий, которые нужно выполнить. Ну и получается, что до 15 февраля вот эти вот соглашения, потом конкурсные процедуры, а конкурсные процедуры по 223 закону еще куда не шло. А если 44 полоумный закон, я его так и называю, полоумный закон, который тормозит развитие экономики. Так вот, если по 44 закону проводить конкурсные процедуры, а они затягиваются на месяц, два, а то и больше, почему у нас асфальт кладут в ноябре? А потому что бюрократические процедуры выполняются весь год, начиная с соглашения и заканчивая всеми этими конкурсами. Понимаете? Поэтому сегодня что сделали? И, собственно, это нормально. Все соглашения должны быть заключены на следующий год, до 1 января следующего года. То есть не в феврале, а до 1 января. Что это даст? Это даст возможность заключить, точнее, провести конкурсные процедуры уже с самого начала января. И тогда мы получим, что все-таки к лету даст Бог, как говорится, если никаких не будет новых препонов, преград через этот закон, который, собственно, мы имеем, 44 ФЗ, то тогда уже к лету мы можем получить финансирование, хотя лимиты доведены, но само финансирование, оно приходит тогда, когда уже все процедуры выполнены. Так вот, и тогда, может быть, мы летом будем асфальт укладывать, а у вас тем более. Вот я сегодня приехала к вам, думала, ну, еду на север, надо как-то утеплиться, все, тут северный ледовитый океан, суровый. А нет, я приехала, здесь тепло, я не знаю, почему так, или действительно здесь такая погода бывает, но у вас лето совсем короткое, у вас лето, по сути, один месяц, и за это время нужно напрячь все силы, я сказать откровенно, не завидую руководству северных регионов, потому что здесь надо так мобилизовать работу, так напрячь все силы, чтобы за вот этот короткий промежуток выполнить все поставленные задачи. А если еще и процедуры бюрократические затягиваются, то тогда совсем уже, тогда уже у вас в сентябре, в октябре уже зима ложится, все, и получается, что ничего не сделано, и деньги возвращать. Поэтому вот это сделано, но хочу сказать, что то, что мы передвинули эти сроки, на благосостоянии трудящихся, к сожалению, не скажется. А вообще не хотят этот закон менять, на который все жалуются, 44-е? Вы знаете, там более 400 поправок уже, более 400 поправок мы провели, значит, мы по национальным проектам снизили риски и провели ряд процедур через законы, через изменения в закон, провели ряд процедур, которые дают послабление, но это только по нацпроектам, а по госпрограммам все осталось как прежде. Конечно, нареканий очень много. Вы знаете, вот и нарекания эти мы уже и ФАС отправляли, и правительству говорили, пока правительство не идет в этом плане на уступки. Они говорят, надо развивать конкуренцию. А я вам скажу, как развивать конкуренцию искусственным путем. Вот, ну не получится. Что сегодня у нас главное? У нас главная цена в этом законе, да? Пожалуйста, выходит на конкурс три предприятия, допустим. Самое первое предприятие, которое получит этот заказ, кто ниже ставит цены. Они на 25% снижают. У нас что, простите меня, идиоты сидят в специальных учреждениях, которые сметы составляют. Они же составляют в соответствии с ГОСТами, то есть в соответствии со строительными нормативами. Если снижается цена, значит, будет удешевлен материал, значит, что-то они заменят, и все. А плюс, не могу не сказать, плюс еще у нас все-таки не сжито вот это вот безобразие коррупционное в виде откатов. Плюс еще откат, и получим мы такое качество, допустим, дома или какого-то... Если еще и получим. А бывает, что да. Да, бывает, что и не получим, потому что пришел он, этот подрядчик... Объявил себя банкротом. Объявил банкротом, исчез. Но, скажу сразу, вот найти его невозможно. Я одного застройщика в Южной Африке пыталась вытянуть оттуда, найти. Не сама, конечно, туда ездила, но следы его вели туда. Так вот, а виноваты кто будут? А виноваты будут руководство муниципалитетов и руководство регионов. В большей степени муниципалитетов. Потому что у нас сейчас придуманы такие статьи. Превышение должностных полномочий, например. То есть его можно хоть слева, хоть справа, хоть дольку, хоть поперек. Виноват все равно будет руководитель, не подрядчик. Сейчас мы этот, так скажем, перекос вот этот вот, мы сейчас собираемся исправлять. И все-таки есть у нас и по дольщикам сейчас законы более суровые. Значит, мы наводим порядок, но это еще долго. Самое главное – навести порядок в 44-м ФЗ. Понимаете, вот самое главное – убрать вот эту вот жуткую норму по цене. Поставить первая норма по качеству. А у нас есть масса проверяющих органов, которые контролируют. Уж знаете, у нас в стране один с сошкой, семеро с ложкой, это же понятно всем. Они контролируют, пусть они смотрят, даже и за качеством пусть смотрят, но пусть они смотрят и за тем, как проектно-сметная документация выполнена, и какие цены там стоят. То есть нет лет не завышения. Ну, у нас же есть, у нас аудит есть, у нас все есть. Но только получается, что этот закон перечеркивает всю работу вот этих структур. Его менять надо. Конечно. Вера Анатольевна, спасибо большое вам. Очень была рада с вами пообщаться. И в честь нашей встречи хочу подарить вам вот такие диски. Это документальный фильм нашей телекомпании в условиях военного времени. Он занял на России у нас первое место. Это о женском подвиге в годы Великой Отечественной войны. И еще наша вот такая фирменная передача Тинь Ивана о ненецкой культуре. Спасибо. Идите домой, посмотрите, будете вспоминать о нашем регионе. Да, я с большим удовольствием буду вспоминать. И желаю всем жителям Ненецкого автономного округа здоровья, счастья, благополучия, благополучия, конечно. Но и о том, о чем я говорила. Достойной работы и достойной зарплаты вам, мои дорогие. Спасибо большое. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы Вера Гонзя. До новых встреч. До свидания. До свидания.